КОЛЕНО КОЛЕНО и суставы часто подвергаются травмам. Это может нарушить функционирование и, соответственно, вызвать боль. Врачи предупреждают. Пока сустав полностью не восстановился, нагрузка на него равносильно еще одной травме. Все знают, что есть МРТ. Это прекрасный метод. Он бездозовый. Но дело в том, что сами себе назначить его не можете. При острой травме лучше всего делать, конечно, КТ, например, если говорится об острой травме. А если болит доколенный сустав давно, и нужно решить, что там происходит, тогда делается МРТ. Но это все решает врач. Интересно, а что знают о боли в коленях жители нашего города? От травмы, наверное, от мениска. Я не знаю, что там у нас еще может болеть. Я натираю мухомором на спирту. Ну, теплее деваться. Колени от артрита, от травм. Лекарства противовосполнительные принимать. Я не доктор, вот точно не подскажу вам. На йогу записаться, чтобы мышцы растянуть, чтобы составы сделать какими-то такими эластичными. Ну, я так делаю. Как показал наш опрос, о боли в коленях жители города имеют весьма смутное представление. Стоит помнить, что заниматься самолечением и постановкой диагноза самому себе – неблагодарное дело. Если возникла боль, нужно обратиться к специалисту. И напоследок совет от врачей. Чтобы колени не хрустели и не болели, в день надо употреблять как минимум 2,5 литра жидкости. И, конечно, вести активный образ жизни. Коленный хрящ питается во время движения, когда вода из него перемещается в полость сустава и пропитывается полезными веществами.